Центр традиционной народной культуры в станице Натухаевской сегодня стал центром политической жизни всего Новороссийска. Здесь состоялись диалог губернатора с жителями и отчет исполняющего обязанности мэра города-героя. В свете того, что в Новороссийске за последние 13 лет появится новый глава, все сказанное проецируется на будущее. Один из основных претендентов Игорь Диченко. Работал в команде предыдущего мэра, которая смогла преобразить город. Одно из главных достижений – решение проблем с водоснабжением. 82% жителей получают воду круглосуточно, без перебоев, что еще лет 10 назад было фантастикой. Решение будет принимать городская дума. Там тоже находятся вот те люди, депутаты, которым небезразлично будущее Новороссийска. Очень важно понимать, хотим ли мы перемен и каких. Или на самом деле сегодня Новороссийск, еще раз подчеркиваю, находится на той ступеньке, от которой можно продолжить движение вверх. Тот курс, который проводился Владимиром Ильичем, в том числе Игорь Алексеевич был в его команде, он правильный курс, который сегодня позволил Новороссийску иметь вот эту самую хорошую экономику. Социальная стабильность в городе налицо. Конечно, я поддерживаю Игоря Алексеевича в том, что он выдал свою кандидатуру на должность главы администрации города Новороссийска. В реакции людей понятно, их сердца ждут перемен, но в лучшую сторону. Без потрясений передела власти, что часто бывает при смене элит. Тем более задел для развития у Новороссийска огромный. Город-лидер по темпам роста экономики в крае, занимает третье место по объему инвестиций. Однако будущему мэру решать придется не только глобальные вопросы, но и ежедневные проблемы людей, дает понять Вениамин Кондратьев. Сегодня на сайт ко мне, я пока летел сегодня, в вертолете обратились жители Новороссийска, в том, что три микрорайона остались без тепла, и всю ночь жители, в том числе и маленькие дети, для меня это особо важно, просидели в холоде. Что это за ситуация? Вениамин Кондратьев, была вчера технологическая авария на теплотрассе. Девятый микрорайон, 42 дома остались без тепла. Работали всю ночь, уже запустили мы тепло дали, сегодня в 13.25, да? Дали тепло. Спасибо за то, что оперативно ликвидировали эту проблему, но желательно было ее не допускать. И трубы менять, но ведь ничего никто не делал. Ну раньше надо было чуть-чуть, хотя бы лет 10-20 назад начать это делать. Тогда мы сегодня бы не подошли к процентному износу 70-80%. Сегодня мы включили программу и все, чтобы планомерно, невзирая ни на какой дефицит денежных средств, планомерно заменять метр за метром и трубы, и теплотрассы. Чтобы не откладывать решение текущих проблем на потом, у города должна быть финансовая подушка безопасности. Несмотря на то, что больше половины бюджета – это собственные доходы Новороссийска, за ним накопилось почти 3 миллиарда рублей госдолга. Кроме того, что, естественно, нужно его погашать, важно не накапливать новые долги, расставляет акцент и губернатор. Это даст больше шансов попадать в различные федеральные программы, например, по строительству школ. Их нехватка особо остро чувствуется в городском округе Новороссийска. Здесь, Евгений Иванович, вторая смена, 34% детей учатся во вторую смену, и объективно есть третья смена в Гайдуке, и объективно дети учатся в сельском клубе, а не в школе. И сегодня губернатор разговаривал лично с министром образования и добился того, что школа на 400 мест в Гайдуке будет включена в федеральную программу. И уже в следующем году эта школа будет построена в Гайдуке. В Новороссийске находятся одни из крупнейших предприятий в стране. Морской порт, цементный завод. И умение руководства города выстроить диалог с бизнесом также важно учитывать местным депутатам при выборе нового мэра, отмечает губернатор. Крупные компании должны чувствовать социальную ответственность перед тем городом, где они зарабатывают. Хороший пример, когда благодаря частному бизнесу появляются новые парки и скверы. «Зеленые зоны в принципе неприкосновены для застройки в любой точке региона», напоминает губернатор. А любое строительство обязано быть комплексным. Люди жалуются, что частично застраиваются зеленые зоны, коллеги. Но это никому, недопустимо, никому и нигде. И не в Краснодаре, и не в Российске, и в Сочи. Но хватит нам этих бетонных жюмлей. Все, что проектируете и все, что сегодня принимаете, однозначно должно быть с детскими садами, со школами, с парковками, с поликлиниками и со спортивными площадками. Все по-другому быть не может. По сути, разговор губернатора с жителями Новороссийской и прилегающих станиц это постановка задач будущему мэру города-героя. Его муниципальные депутаты выберут 17 января. Александр Ванченко, Денис Перц, Денис Маскаленко, Кубань-24, Новороссийск. Денис Маскаленко, Денис Маскаленко, Кубань-24, Новороссийск.